3 декабря в Полевском отметили День неизвестного солдата. Эта памятная дата появилась в российском календаре сравнительно недавно, два года назад. В этот день к вечному огню мемориального комплекса на площади Победы учащиеся школу номер 14 и воспитанники Центра социальной помощи семьи и детям, а также ветераны возложили цветы. О том, как это было, расскажет наш корреспондент. День неизвестного солдата. Памятная дата призвана увековечить бессмертный подвиг тех, кто погиб на фронтах войны. Их имена не удалось установить до сих пор. Мы благодарны президенту, что он учредил такой день, чтобы в этот день мы можем прийти поклониться неизвестному солдату, который отдал свою жизнь за нашу Родину. У нас таких мест нет, но вот этот мемориал и огонь, который горит в честь погибших наших воинов, и я думаю, что он горит и в честь неизвестных солдат, которые отдали свою жизнь. Организатором сегодняшнего митинга выступает Комитет общественных организаций. Раиса Бабкова признается, что очень рада тому факту, что почтить память погибших солдат пришли учащиеся школ города и воспитанники Центра социальной помощи семьи и детям. Это дает надежду на то, что о подвиге солдат, чьи имена остались неизвестными, еще долго будут помнить внуки и правнуки. Это наша история, а все мы должны знать историю, и тем более подрастающие поколения. Вот с каждым годом, мне кажется, все больше и больше интерес у ребят именно к тратическому нашему движению. Поэтому мы стараемся всегда привлекать. Вот сегодня здесь на минуту молчания пришли и дети из нашего полевского приюта. Это же здорово, которые еще все маленькие, но мы уже им говорим о том, как надо чтить память наших воинов. Эти мероприятия в первую очередь должны проходить и проводиться для молодежи, для подрастающего поколения, для того, чтобы у нас и патриотизм был как в нашем городе, так и в нашей стране. И патриотизм, и наши граждане. Есть такие высокие понятия, как любовь к родине, патриотизм, защита отечества. Вот они всегда будут мероприятия, говорю, в первую очередь для молодежи. 3 декабря, как День памяти солдат, чьи имена навсегда остались неизвестными, выбраны не случайно. Именно в этот день, в 1966 году, в годовщину разгрома немецких войск под Москвой, прах одного из солдат был захоронен в Александрском саду. Для Бориса Зайцева остаться в этот день дома и не прийти на митинг было сравнимо предательству. Родители-то погибли. Как не поминать? Поминать надо. А узнали, как узнали, мы на собрании были, на отчетно-выборном. Там поговорили, вот и все, завтра в митинг. Ну, митинг, значит, пошли. День неизвестного солдата – это дата, которая объединяет всех погибших и пропавших без вести во время войн и военных конфликтов. Всего в войнах и вооруженных конфликтах 20-го и 21-го веков пропали без вести около 2 миллионов советских и российских граждан. Наши полегчане участвовали во всех войнах и вооруженных конфликтах, и в Великую Отечественную войну, и в других вооруженных конфликтах. Очень много, там более 3,5 тысяч в Великую Отечественную войну. В Афганистане, там, правда, немножко, в Сирии, в Анголе, в Осетии. Правда, не было у нас погибших в Южной Осетии. Завершился митинг неизвестному солдату возложением цветов и минутой молчания. Это дань благодарности всем, кто погиб на фронтах, память о каждом солдате, защищавшем нашу родину. И на чьи могилы не могут прийти их родственники и потомки. Ксения Балденкова, Сергей Чижов. Новости. Твой день.